Добро пожаловать в новое видео! Мы вас встречаем на кухне. Вы стоите на моей полке для специй, вот здесь. Никак по-другому не могу поставить, извините. Режем морковку. У меня тут был небольшой заказик овощей. Сейчас все это буду чистить и убирать в морозилку. Катюха мне помогает, она тоже взяла свой детский нож. Катюш, покажешь свой детский нож? Из своего набора кухонной утвари, вот такой вот. У нее есть целый набор таких вот деревянных предметов. Там и нож, и лопатка, и даже деревянные ножницы. И вот иногда я и разрешаю... Сейчас я покажу деревянные ножницы. Иногда я и разрешаю приходить ко мне на кухню и помогать что-то делать именно деревянной такой посудкой, если понимаешь, что никакого вреда не будет ни для продуктов, ни для нее. Вот какие ножницы, Катюш, покажи. Это кухонные ножницы, да, скажи, для того, чтобы разрезать всякие пакетики и так далее. Спасибо, дочь. Мы все поняли. А что хочешь что-нибудь подарить? Ну так неси тогда. Режу Кате морковку. Это не кубик, это четвертинка кружка. Нам с ней так нравится больше. И добавляю морковку уже в самом конце, когда суп заварен. Потому что тогда вкус от морковки остается не в бульоне, а в морковке. А если нужно иметь вкус морковки в бульоне, тогда просто можно вот такой большой кусок вначале в бульон добавить. Да очень. А, так это вот я ложка для спагетти. От спагетти вытаскивать или макарошки какие-нибудь так вот. У нас тут планируется через неделю поэтические чтения. Детки будут выходить на сцену и в микрофон читать стихи. Смысл в том, чтобы научить детей раскрепоститься, научить их выступать перед публикой. Ведь даже, знаете, взрослые люди не всегда, большинство людей нормальных, мне кажется, кто профессионально этим не занимается, боится выступать перед публикой. Тем более в микрофон, тем более на сцене, когда все взгляды направлены на тебя. А вот в нашей школе у них раз в сезон есть такое мероприятие, поэтические чтения. Нужно выложить какое-то стихотворение. И вот собираются все ученики нашего Дома творчества разных возрастов. И вот, собственно, друг к другу читают эти стишки. Естественно, кто хочет, это никак не обязательно, ни в коем случае. То есть никто мучить ребенка не будет. Вот когда Катюшка в первый раз читала свое стихотворение на поэтических чтениях, наша учительница ее от публики немножко прикрыла корпусом своего тела. И тогда Катя расслабилась и стихотворение прочитала. Был у нас такой опыт. А ведь ребенку три с половиной года, да? Ну, для кого-то это легко, а для многих детей это не очень легко. Поэтому мы учимся таким вещам, да, зайка? Да, просто плавно. У нас вчера были гости по случаю моего дня рождения. Немножко поздно отмечали. Вот друзья подарили мне такой букетик цветов. Я его сразу из обертки вытащила, поставила в вазочку. И видите, здесь моя салфеточка от подружки. В общем, сегодня такое настроение, знаете, деревенско-летнее. Как будто бы у нас сегодня дождливый летний денечек. Очень так мне нравится, симпатично. Вот здесь продолжаю оформлять свою зеленую темную стену. Повесила рамочку из фикс-прайса и открытку, которую из Японии, из Токио привозила мне моя подруга. Подруга сейчас живет в другой стране уже очень давно. Но я по ней скучаю сильно. И забыли, если вдруг когда-нибудь посмотришь, тебе привет. Она не смотрит мои влоги. И вот так это все выглядит. Если сесть на диван, то получается... Получается... Получается как-то так. Еще я думаю, что вот эту вот картину надо тоже в ближайшее время повесить. Но это должен Тема повесить. Мне самой никак. А у меня минутка тишины. Мои все двое, Тема с Катей, уехали за лопастями для нового вертолета. Я вот сижу, приготовила себе ноутбук, чай. Хочу сейчас видео одно смонтировать и выложить. У нас уже сегодня новый день, будничный. Хочу, знаете, взять себя в руки и добить гостиную до какого-то обозримого завершения. Поэтому я тут уже облачилась в свою ремонтную одежду. У меня вот эта футболка ремонтная и вот эти вот леггинсы черные ремонтные. Вы могли видеть на них такие, знаете, белое-розовое пятно. Это все пятна от краски, потому что я в них все время крашу. И вот сейчас тоже в них буду красить. А еще, знаете, тут так получилось, что у меня разом закончилась вся моя бытовая химия. И пришлось разом прямо мощно так закупиться. Вот, поэтому решила, что раз у меня здесь все новое, все собрано, хочу поделиться с вами своими помощниками. И мой самый главный помощник во всех моих начинаниях, ну, если вы смотрите мои видео, то вы, наверное, уже заметили, я обожаю доместос. Причем я нашла для себя вот этот вот белый и покупаю теперь только его. Я к чему? Я тут не могла найти белый доместос нигде у нас на районе, и мне пришлось купить вот такой вот. Он очень смешной, потому что на нем написано «Эко доместос». Мне кажется, это вот настолько противоположные вещи «Эко» и «Доместос», что, ну, в общем, меня вот эта марка «Эко» заинтересовала. Думаю, надо купить, посмотреть вообще, что такое. Я ожидала, что он, может быть, меньше как-то у него не такой сильный запах. Вообще было интересно, как он работает по сравнению вот с этим моим белым. Дело в том, что белый мой, он хорошо смывает с нержавейки весь налет. И тут, в принципе, и написано, что он борется с этим налетом. И он отбеливает. Я думаю, что все это прекрасно знают, потому что в нем содержится хлор. Знаете, по-моему, когда-то в 90-е проводилось с иностранными компаниями исследование. К сожалению, я не могу найти ссылки на первоисточники, поэтому со слов вам придется мне поверить. В плане российских домохозяек постсоветских. И по итогу этого исследования был выведен результат, что российская женщина не считает дом идеально чистым, если в нем не пахнет хлоркой. Поэтому некоторые производители, вот, например, Юни Левер, наверное, они добавляли в эти средства для уборки этот неприятный аромат, запах. Чтобы русской женщине было хорошо. Но в этом, согласитесь, есть что-то. Ведь как-то вот на подсознании, да? Особенно тем, мне кажется, кому за 25-30, все равно, как бы, вот, если хлор, хлорка с бассейна, значит, продезинфицирована. Почитала внимательнее этикетки и поняла, что вот новый эко-доместес, он у них теперь позиционируется как универсальное чистящее средство. Можно использовать как бы везде, на всех поверхностях. А вот этот старый доместес, он предполагался только в санузла где-то. Вот, но я не знаю, я все равно его везде использовала. Еще из таких моих покупок именно в Улыбке Радуги, я там очень люблю бренд, который называется Guten Tag. Вот так он пишется. Вот микрофибровые салфеточки я у них там закупаю обычно. И очень люблю вот эти вот губки, они, видите, продаются такими спрессованными, и они бывают по 3 штуки, а бывают по 6 штук. И в последнее время с брендом Guten Tag тоже какие-то проблемы. У меня подозрение, что Guten Tag это собственный бренд Улыбки Радуги, но я этого точно не знаю, не факт вообще. По крайней мере, я его видела только там. Очень я люблю вот эти вот губки, они такие пористые. И у них вот эти пузырьки воздуха, эти поры, они не такие измельченные, как на обычных губках. Вот, поэтому я беру их. Мне нравится еще вот эта форма соты, потому что удобно держать в руке. И у них вот эта черная сторона абразивная, она, когда губка выходит из строя, она начинает потихонечку отваливаться. Так я понимаю, что губка закончилась. Обычно на неделю мне такой губки хватает. Вот. И в общем, что-то я прямо, вот знаете, все наши сокольники, весь наш проспект мира бегала в поисках этих губок. А у меня последние уже 3 недели лежит. Вот с Нового года, как я положила, представляете? Просто их нигде не было. Вот. И вчера нашла, и аж 3 пачки закупила. Фух, теперь на сколько? На полтора месяца я, даже на два месяца я обеспечена губками, слава богу. Вот. А еще у Гутентака я люблю брать вот эти вот... А, кстати, вот эти вот губочки, они для тефлоновых поверхностей тоже не подходят, поэтому я покупаю. Еще люблю вот эти вот металлические губки у Гутентака. Знаете почему? Потому что они хорошего качества. И после них нет вот на руках вот этого непонятного черно-жирного налета, который вот бывает после очень сильно дешевых металлических губок. Хотя стоит она на самом деле не очень много. А я еще, знаете, в Улыбке Радуги люблю брать все по акции. И, соответственно, там еще баллы копятся. В общем, не знаю, мне кажется, что это очень выгодный такой приятный магазин. У них там постоянно всякие скидки бывают. Еще тут по акции увидела свою канистру Синергетика для стирки белья всех типов тканей. Здесь у меня 2,75. Мне этого хватает, ну, месяца, наверное, на месяц точно. Ну, у нас семья из трех человек. На месяц, может быть, даже на полтора за 500 рублей прямо. А так она стоит, ну, там, за тысячу. Вот, думаю, о, супер-супер, надо брать. Я вообще, знаете, переехав в Москву, перешла на такие крупные упаковки. Вот это у меня крем-мыло для рук. Я его покупала, боже мой, не знаю, когда. До Нового года точно, наверное, в конце осени. Здесь 3,5 литра, да. Вот, и в Москве мне гораздо удобнее закупаться вот такими канистрами с мылом, со стиральным порошком, с средством для мытья посуды. Мы еще покупаем сразу много посудомоечных таблеток. Так вот, такой вот большой пакет, Тёма закупает у меня это все, он за это у нас отвечает. 100 капсул мы стираем раз в сутки. Ну, вот, сами считайте, 100 капсул нам на сколько хватает. 100 капсул это 100 дней. Ну, ладно, допустим, там бывают дни, когда мы там по 2 раза моем посуду, по большим праздникам или по выходным. Но все равно очень прям надолго хватает, и голова свободна, ты об этом не думаешь. Вот, и используем, да, мы ферри, мне кажется, что это самые лучшие таблетки, именно вот эти вот. А для, а соль у нас вот такая, специальная соль для посудомоечных машин Самат. Про нее ничего не могу сказать, потому что я в этом вообще не разбираюсь. Вот все, что касается техники у нас в доме, это на самом деле Тёма понимает в этом. Он, знаете, у Тёмы такой милый, он даже с нашим пылесосом продолжает общаться, он дает ему второй шаг. Ну, он вот бережно, бережно ухаживает за этим пылесосиком, запускает его почти каждый вечер. В общем, хорошее отношение у Тёма с техникой, и я рада, что эта проблема сменяется не так, потому что мне это вот вообще настолько неинтересно. Я точно знаю, какие параметры должны быть у техники. А существует такая техника в природе или нет, это как бы приходится искать Тёме уже. Вот, еще моя покупочка, кстати, из последнего. Такая щетка. Время от времени их меняю. Тоже лупка радуги. Я хочу, знаете, что сделать? Хочу почистить свой ковер в гостиной, потому что там после Нового года кое-какие пятнышки скопились за весь прошлый год. Плюс этот ковер, он, знаете, раньше лежал у Катюхи в комнате. Вот, в детской. Я его, в принципе, для детской покупала. И, кстати, это было удобно. Вот, ну, в общем, короче, займусь. Если будет время, то вот займусь. Вот, так что, да, я сейчас, знаете, наверное, немножко попью быстренько кофейку, чтобы настроиться на работу. И займусь гостиной. Да, покажу вам, что я там хочу сделать, переделать. Все, переместились мы в гостиную. Такой у меня запланирован объем работ. Первое, ну, первое, мне просто нужно освободить этот угол, чтобы начать здесь работу. Но, видите, у меня вот здесь вот не дошли руки до плинтуса. Я сейчас его прокрашу. Уже приготовила красочку, кисточки, все. Потом промою часы. Вот игрушечку тоже нужно отсюда убрать. Повесить сюда, наконец-то, вот эту вот картину. Плюс еще одну рамочку нужно повесить. И хочу сегодня попробовать, не знаю, как получится, заняться вот этими проводами. Не нравится мне, что они так неаккуратно там валяются. И пылесосить неудобно, и мыть полы неудобно. Ну, и уже не говоря о том, что это просто некрасиво. Нам тут, друзья, смотрите, подарили подарок на мой день рождения. Вот такой пакетик. А в пакетике сертификат. Сертификат вот в это место на, как это называется-то? Флаатинг, да. Пойдем вместе с Темой. Но не это важно. Важно, что при этом они нам также подарили сертификат на нянь. Потому что мы же живем здесь в Москве, ну, без бабушек, без дедушек. И вот они готовы посидеть с Катюшкой вечерок, чтобы мы с Темой пошли отдохнули. Такое сделали смешную картиночку из фильма «Няни». Помните? Не знаю, как этот фильм называется. Ну, в общем, вот из этого фильма. Так что, кому интересно, берите на заметку такую штуку. А Катя заставляет меня перед тем, как начать мою работу по дому, она заставляет меня собрать рельсы. Мы сейчас будем круг делать, говорит Катя. Да, Катя? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Было бы, конечно, идеально вообще снять этот подпотолочный плинтус, но за ним прячется очень неровный край обоев, поэтому я просто его прокрашиваю. Такая красота у нас тут в гостиной, просто бедлам. У меня пока первый слой сохнет, я хочу обозначить место для гвоздика под моей картиной вот в этом вот месте. Логика, на самом деле, здесь очень простая. Как буду вешать? Буду вешать строго под часы и строго по линии телевизора, верхней линии телевизора. Это, знаете, у меня такой управляемый хаос. Я люблю, когда вроде как бы все не очень по прямым линиям, но при этом все равно глазу приятно. Я считаю, все равно надо какую-то единую линию, какую-то горизонталь, вертикаль выстраивать, какую-то симметрию, если говорить о классическом интерьере. Так, нашла середину под часами, а теперь мне нужно по этой линии выровнять. Но у меня есть лазерный уровень, но мне сейчас его не на что выставить, поэтому я, наверное, просто с помощью рулетки от пола отмерю примерную высоту. Так, надо убрать отсюда стремянку. Берем от самого пола. Так, и сюда. Зай, ты что на поезд кричишь? Так, здесь 180... О, вот за что я себя люблю за глаз алмаз. Четко обозначила верхнюю границу по телевизионной. Представляете, вообще случайно получилось, но я, поскольку часто такими вещами занимаюсь, то у меня это уже получается практически на автомате. Молодец. Мама, у меня поезд не кричу, я просто с ним разговариваю поезд. А расскажешь, Катюх, нам стихотворение, которое мы для поэтических чтений учили? Хрустит. Хрустит за окошком молодный денек, стоит на окошке цветок-огонек. Так, что дальше? Смотрите, это я сейчас обозначила границу верхней рамы, то есть вот это место. Но у меня же крючок-то вот здесь, то есть мне сейчас нужно обозначить место непосредственно для гвоздика. Измерить это расстояние нужно нам с тобой, Катюша. Супер. Еще раз перепроверяем. Знаете, тут случай, когда лучше лишний раз отмерить. Дальше, что будем делать? Я думаю, что, наверное, варианты два, либо вбить гвоздь обычный, либо шуруповертом туда шуруп погнать. Что думаешь? Шуруповерткой. Мне тоже кажется, потому что папа бы сказал, что лучше шуруповертом. У нас абсолютная неудача. Наш шуруповерт не шуруповертит, поэтому по старинке отвертку, уж не знаю, получится. Сейчас или нет. Ладно, я, как обычно, знаете, в ремонте ищу самые сложные и неудобные пути. Ну, я считаю, идеально. Все, тогда сейчас я буду докрашивать вот эту линию. И вот у меня здесь, сейчас постараюсь тоже показать. И вот здесь вот у меня над телевизором еще, видите, отходит вот эта дурацкая планка. А если мне сейчас удастся ее прибить, будет хорошо. Тут просто комод стоит неудобно, но я на нее давно уже смотрю. Дальше на очереди у меня провода. У меня вот есть такая специальная коробочка, а в ней разные прикольные строительные штуки. И вот здесь, видите, есть такие гвоздики, они очень тонкие, с белыми скобками. Специально как раз для того, чтобы к стенам прищелкивать провода. И я вот решила, что сегодня, раз уж мебель вся отодвинута, самое подходящее время. Сейчас попробую все это туда и прикрепить. Посмотрим, что получится. Нижний провод интернет удалось ими штучками прибить. А вот этот вот удлинитель не получилось, потому что штучки для него слишком, эти скрепки маленькие. В общем, не знаю, может быть, леруа можно прикупить какой-то побольше. Я пока на прозрачный двусторонний скотч приклеила в двух местах, чтобы хотя бы здесь не болталось. И прибила, повесила на гвоздик вот этот вот удлинитель, кстати, если вдруг вам это будет полезно. Вот обычно на удлинителях с обратной стороны есть такие специальные выемки под гвоздики. Их всегда можно повесить. Осталось только вот эти штучки чуть-чуть подсобрать, чтобы не болталось по полу. А там за креслом, бог с ним, там не видно. Кстати, видите, вот здесь такое разделение по зеленой стене? Это потому, что я красила в разные совсем дни. Я была уверена абсолютно, что не будет этого видно, что вне зависимости от того, в какие дни красишь, если краска одного цвета, то не будет никакой разницы. Теперь мне нужно все вернуть на свои места. Вешаю часы, рамочки. Так повезло, что как раз именно в этом месте довольно много разных гвоздиков. И второй гвоздик для розовой рамочки вбивать не пришлось. А я очень хотела, чтобы она висела именно здесь, в этом месте. И с одной стороны по цвету была компаньоном для моего торшера, а с другой стороны по форме была компаньоном для моей другой синей рамочки, которая висит слева от телевизора. И остается здесь только помыть пол. Вот как раз вот это вот мое любимое средство для мытья полов. Приятный запах, отлично смывается. Прям вот обожаю всей душой. Еще хотела поделиться рабочим способом. Если у вас есть какое-то пятнышко от краски, то его можно очень легко стереть жидкостью для снятия лака. У меня вот здесь такая баночка дежурная стоит. Обычно если какое-то небольшое пятнышко, то я ее и использую эту баночку. Но лучше, конечно, в любом случае проверить свое покрытие в каком-то невидимом месте. Ну вот так вот выглядит результат нашей работы. Все, больше никаких белых пятен здесь нет, которые меня раздражают. Все, что хотела, повесила. В будущем мне нужно будет еще вот сюда повесить одну картиночку. И провода. Очень рада, что убрала провода. Полы, как видите, сами удобно теперь мыть. Главное, что они намываются сами. Это мой помощник по дому автоматический. Вот. Из гостиной, наверное, на сегодня все. Но у меня уже по плану вот этот вот посудный шкаф. В будущем я тоже хочу его немножечко переделать. Нужно только слегка... О, доченька, у меня теперь мокрая нога. Спасибо. Слегка нужно его переделать. Но переделать в разумных пределах. То есть как-то там сильно красить я его не буду, потому что он не наш. Да, мне вот писали в комментариях, что после того, как я покрасила вот эту стену, есть у меня отдельное видео на канале, что ну нужно же покрасить этот шкаф. Это же прямо вот в глаза бросается. Абсолютно согласна. Мне вот прям тоже бросается в глаза. Причем я... Ну мне тоже. И тебе. Катюхе вообще сильно бросается. Причем у меня даже была такая мысль, как бы его можно было переделать. Я бы, знаете, что сделала? Я бы, наверное, вот сам корпус, вот этот вот верхний, покрасила плюс-минус в цвет стен. Я бы, скорее всего, не попала. Но тем не менее, а фон в заднюю стенку я бы, наверное, покрасила в такой же цвет зеленый, как у меня вот здесь. Потому что хрусталик и стекло, они всегда очень хорошо смотрятся на темном фоне. Видите, здесь-то посуда, она как бы так немножко теряется на белом или на вот таком вот древесном, древесно-стружечном, хотела сказать. А на темном, да, нормальном. Вот. Ну или можно было бы сделать, знаете, как в профессиональных прикольных барах. Не профессиональных, а просто в классных стильных барах. Заднюю стенку стеклом, причем не просто там, допустим, одним полотном, а каким-то там ромбиком или какой-то вот такой мозаикой классной. Ну идей, на самом деле, действительно, можно было бы напридумывать с этим шкафом очень-очень-очень много. Но он не наш, повторюсь. Поэтому я его по минимуму тут немножечко переделаю в будущем. А вообще, кто не знает, он закрывает проход в нашу столовую туда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!